уже готовимся походу на дикую территорию поэтому есть такой меняла патронный да конечно не богатенький у него выбор но вот без вот этих вот дротов ловить там абсолютно нечего поэтому сменяем спасибо сменяем вот ну придется немножко повозиться потому что надо хотя бы десятка два три вот этих патронов поэтому сохранимся загрузимся сменял я патроны взял три десятка три десятка патронов вот на всякий случай ну вот видим я подготовился к посещению локации вот этой дикой территории но пусть вас не смущает то что я так мало патрона взял вот как бы вот эти патроны мне хорошо послужат кроме того есть патроны в разгрузке если обратить внимание взял я на всякий случай пояс на два артефакта пока мне этого более чем достаточно вот посетим еще нашего петренка может быть у него задание будет какое-нибудь подходи раз пришел отлично отлично значит вот возьмем задание на доставку артефакта нам по пути будет в принципе от заданий можно и отказываться но не будем этого делать не будем отказываться хоть артефакт и тяжелый но я думаю мы его дотащим вот купил я у бармена костюм такой который позволяет 25 килограмм нести видим что вот артефакт почти два с половиной килограмма весит но будем надеяться что унесем все что нам необходимо а вот и ну и уже вот готовы мы практически покинуть бар остался последний штрих это прежде чем сбежать с бара мы должны переговорить с с этим как же его с диодором вот дело в том что не знаю я вот починен этот глюк или не починен вот видим до вес показывает номинал то есть такой тоже маленький глючок вот и в то же время вот если перекладываем то вроде как нормально показывает вес с начинкой как бы это мелочь я думаю что это будет устранено вот все теперь наша задача это сохранится и подкараулить диодора вот и убежать значит ну почему такой трюк да вот сохранимся дело в том что меня диодор и я не знаю вот он имеет такое свойство нехорошее влипать в аномалии может это уже убрано то есть может он их обходит не вот но мы добегаем до дикой территории как раз за это время он марширует по безопасному относительно участку кубару вот и потом уходит там на болото и куда надо вот без проблем поэтому чтоб он где-нибудь не крякнул мы с ним поговорим вот и убегаем уже на дикую территорию вот всегда у меня вызывает какой-то такой трепет вот эта дикая территория потому что это уже такие взрослые локации начинаются вот мы и пришли на локацию наденем астму а дело в том что здесь уже астма такая более серьезная то есть тут уже вальяжно разгуливать не получится ну не то что нельзя но сложнее значительно вон какой-то артефакт лежит ну конечно видим что вот собачки тут уже такие ядовитые то есть и пси и что хочешь кроме того вот сейчас мы восстановимся тут еще и наемники уже более хитрые то есть прячутся да конечно от собак мне прилетело дело все вот в чем этот костюм слабее чем научный держит пси это одна собака осталась пускай живет вот мы же пока сохранимся и пойдем дальше вот сейчас обратим внимание на то что наемники ведут себя совершенно по-другому они стараются прятаться тоже будем прятаться то есть ну с ними сложнее стало справляться это даже не вопрос кроме того вот сейчас повезло не прибежали но вообще прибегают здесь и снорки и химеры и что хочешь то есть тут уже серьезные противники появляются вот благо что я тоже как говорится не пальцем деланный то есть ребят этих успокоим вот слышим уже да волкодав нервничает что-то у них там происходит сейчас мы зайдем внутрь посмотрим что там происходит покажу разберем ящики может что-то полезное выпадет не факт конечно да вообще вот эти наемники не стоит как бы там их недооценивать ребята серьезные но если их снимать не шуметь особо то как и любую другое противника тихонечко снять может вот 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 ну так сильно мы тут не шумели видим что наемники вот эти но с ними по-другому нельзя их никак не обойдешь вот поэтому только силовой метод соберем их лод отлично очень хорошо значит что вот видим что уже как бы такие достаточно груженые поэтому часть барахла при прячем чтобы нам потом проще было выносить часть вот этого всего всей этой красоты при прячь уже это в паре или сталкером или или же я бармену вот посмотрим как нам будет удобнее наверное знаю не буду прерывать запись уже послушайте мои вздохи странно что не выбежали навстречу мне зверушки никакие собак слепышей я не считаю вот обычно там посерьезнее враги прибегают смотри какая кусачка попалась сейчас восстановимся и двинем дальше перезарядил я боеприпасы сменил на дрот потому что дальше могут быть всякие сюрпризы во избежание сюрпризов поставим покрепче боеприпас видим что электро отсюда по убирали не знаю зачем нормально было с электрами но видимо так надо что-то 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 о-хо-хо подстрелили будем надеяться что . внутри отлично отлично очень хорошо это очень хорошо ищет сохранимся вот здесь возле вертолета можно это сделать какие-то бегают значит расковыряем ящик отлично тират но вообще конечно самая главная радость это это . так ученые наши сидят на месте не дергаются зайдем вниз все-таки посмотрим что тут вот видим что аномалии убрали видим что вот гордон фриман который здесь отдыхал с испокон веков да тоже его куда-то там деле непонятно куда вот голодные тут ходят а 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 так вот тоже такой эффект интересный после того как голодные нападают зверский аппетит и глохнет наш герой помимо всего прочего то есть хуже слышно ему становится посмотрим что здесь отлично я так понимаю что пленку не стали убирать может быть это и к лучшему дело в том что пленка нам послужит а сам по себе артефакт довольно редкий и сварить его тоже весьма непросто поэтому может быть из этих соображений он здесь оставлю значит что сохранимся и уже будем разговаривать с учеными не нравится как вышит будешь не сильно перегруз скоро нам полегчает вот хороший парень так вот выясняем что им от меня нужно значит вариантов масса как им помочь я вот выбираю всегда договориться с наемниками вот и выбираю варианта наемников именно электробусы почему потому что он сулит мало того что путь на армейские склады он сулит также сулит также рецепт самих электробус и рецепт по моему на алмазный колобок то есть это такой модификат вот и как бы два тайника причем неплохих тайника на мой взгляд это самый такой привлекательный вариант можно конечно разыграть и схему с агропрома да но тогда не видать рецепта электробус а больше где-то добыть вот видим да тут бандиты бегают но не будем их трогать пускай они там себе занимаются значит вот зачем нам нужен 10 штук 10 ремкомплектов он может попросить разные ремкомплекты может такие может сякие может и такие сякие вот поэтому я взял на всякий случай всех по 10 вот платим один раз и уже ходим сюда столько сколько нужно то есть раньше было там постоянно арты надо было скармливать вот этим вот охранником сейчас уже этого нет это хорошо что там тут нервничает отлично гранатка выпала значит поговорим с ним про стрелка ну ладно работы пока не будет работа будет позже мы с ним будем пересекаться еще на армейских складах если конечно он доживет до этого замечательного периода вот вот то есть можно агропром схема в принципе вот если выбрали там агропром схема можно от нее отказаться разные варианты вот но я выбираю этот электробусы агропром схема сохранимся что-то не получилось у меня сохраниться ну и бог с ним сохранимся у вертолета значит главное сейчас нам не попасть бандитов бандитов ну и в принципе уже можно ящик с инструментами оттащить к началу ближе к бару чтобы потом меньше внести наверное это я и сделаю только запись впервые а потом уже когда будут подходить к ученым мы продолжим запись не помню продолжим вот поднес я там что лишние килограммы вот сейчас поговорим с Кругловым так ну все и вот он нас отправляет уже на янтарь вот за этими бусами точнее говоря за их рецептом сходим что еще можно сказать почка вот это сама по себе тоже очень тяжелая килограмм весит вот то есть тут такая большие тяжести надо потягать потом немножко попроще будет когда локацию уже разберем на винтике да вот уже будет попроще то есть можно будет планировать сколько чего переносить тогда никаких проблем не будет не хотят с нами торговать ладно сохранимся так и не смог я сохраниться вот не знаю что то что то как то не везет мне ну ладно будем надеяться дальше все пойдет хорошо где то тут аномалия хлопает увидим да какой то цистерна летает и там вот чешут уже вдалеке друзья сейчас посмотреть попытаемся да вот мы их пока трогать не будем пускай они подойдут поближе потому что патронов у нас не так много вот кроме того я их ну хочу обшманать поэтому я запись они идут очень медленно вот и стреляют метко заразы стреляют они на 5 баллов даже не вопрос пожалуй самые меткие стрелки наверно в игре поэтому подождем их а потом продолжим запись ну уже подошли там друзья попробуем им вот это вот скормить как им там понравится не очень вот как на эскалаторе все обратили они на меня внимание вот ну подождем не будем высовываться лишний раз это было вот и но и как вы вы скажите Ну, надо, конечно, поаккуратнее с ним. Вот видим, аномалия зажгла костер. Сейчас мы этим воспользуемся, потому что сохраниться сложно достаточно. Мусор мы не будем с них вытряхивать. Так, ну, прежде чем их шмонать, сохранимся все-таки. Сохранимся. Вот этот участок очень опасный, очень. Значит, попробуем их прошмонать. Ну, вот видим, бьются зомби, бьются паршивцы. А вот, ну, это ничего страшного. Еще и радиация от них. Ну, ладно. Сейчас подлечимся и двинем дальше. Отлично. И патронов как раз вот более чем достаточно. Ну, пока прерву я запись. Значит, ну, все, обогрелись. Отошли немножко. Теперь пробуем пройти. Значит, в чем же основная сложность вот этого участка? В том, что нет возможности определить границы аномалии. Здесь, как следствие, очень легко вляпаться. Прошли вроде как. Вот этот парень, конечно. С ними разбираться очень непросто. Ну, дальше будем, наверное, прятаться. Использовать укрытие. Потому что, ну, ребята эти очень серьезные. Их не стоит недооценивать. Хоть они и тупые, и медленные, но стреляют они четко. Кроме того, боеприпасов у нас не так много. Поэтому подождем, пока они подойдут поближе. Вот этот какой-то... А, он все-таки вооружен. Вот, и второй, черти знает откуда по мне попал. Кхм-кхм. Смотри. Ура! Можи! Уй, ё! Отлично. Ну, опять схватили мы и пси, и радиации. Ничего страшного. Вот. Вроде как, основной участок мы преодолели. Вот. Эту штуку мы заберем с собой. Вот. Все остальное, пускай лежит. Вот. Будет... Будет сейчас костер. Сможем привести зрение в норму. Потихоньку разобрали вот этих вот зомби. Но, я говорю, вот если из калаша они валят, то это 70%, что будешь готов. Очень меткие. То есть, даже вот с этого обреза они попадают. Ладно, я пока прерву запись. Тут вот с другом постою немножко. Значит, ну все. Привели вот зрение в порядок. Видим, что парень тут стоит. То есть, не так нам было скучно. Двигаем дальше в сторону янтаря. Там мы ненадолго задержимся. То есть, буквально туда и обратно. Вот. Видим, Сяк закрыл дырку. Чтоб не было пустого пространства. То есть, визуально вот этот КАМАЗ завалили тут. Ну все. Двигаем на янтарь.